Привет, мой друг! Как твои дела? С тобой до воды! Мы сегодня у нас на обзорчике продукт от компании Либерти Девил Кук. О нем мы сегодня поговорим, мы сегодня его покурим, я расскажу его плюсы, расскажу его минусы, а самое главное, твое самое просто нереально любимое. Мы разыграем 10 вкусов этого продукта, и если ты выполнишь все условия, то он достанется именно тебе. Поэтому смотри ролик до конца, и где-то либо в середине, либо в конце будут условия, как принять в этом во всем участие. Ну а пока давай разбираться, что у нас здесь на столе, и что у нас забито в кальяне. Как видишь, кальян у меня корис. У нас есть вот такая вот брошюрочка, и это карта вкусов. И по карте вкусов мы можем понять, что у компании Либерти есть продукт под названием Девил Кук, у которого есть две линейки, крепкая и легкая, и конечно есть продукт Моно. И логически можно представить такую вещь, то есть логически можно представить такую матрицу продукта, о том, что Девил Кук это миксы, и миксы необычные, а то, что в принципе невозможно между собой смешивать. Поэтому это называется такой адским миксом, да, то есть просто дьявол намешал. И есть продукт Моно, которого у меня здесь нет, потому что мы будем разговаривать с вами про Девил Кук, но я думаю, что я должен тебе это рассказать. Здесь у нас идут Моно вкусы, я их не пробовал, не курил и даже не трогал и не видел. Также здесь есть их данные, инстаграммчики и так далее. Давай смотреть, что у нас в этой коробочке, что же здесь есть такого интересного. Вот так вот я это все сделаю, давай разбираться. Как ты думаешь, пиши в комментариях, есть красная баночка, а есть черная баночка. Какая из этих баночек крепкая, а какая из этих баночек легкая? Даю тебе две секунды. А вот и не угадал, как и я в целом тоже, пока не почитал информацию о данном продукте. Черная это у нас софт, а красная это у нас хард, что в принципе не очень привычно. Так, давайте попробуем. Наш вкус манго-маракуйя вроде уже хорошо прогрелся. Хоу-хоу-хоу! Ворвемся с конкурсом нежданчиком прямо вот сюда. Хочешь выиграть 10 вкусов Либерти, 5 из крепкой линейки и 5 вкусов из легкой линейки? Все, что тебе нужно сделать, это подписаться на мой канал. Твои подписки на канале должны быть открыты, чтобы я мог увидеть, что реально на меня подписан. Поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик и конечно же оставить любой комментарий, который захочешь. Свой инстаграм отмечать не нужно. И конечно, чтобы узнать, выиграл ты или нет, тебе нужно будет посмотреть мое следующее видео. И там я объявлю победителя. Но напомню также, что доставочку ты оплачиваешь сам, это не дороже 300 рублей. Участвуй, а мы продолжаем. А это значит, что можно спокойненько рассказывать о продукции в целом. Есть у меня 10 вкусов. Все 10 вкусов я прокурил и, можно сказать, выкурил. Но ты не переживай, у меня для тебя отдельная специальная коробочка для розыгрыша. Давай вначале разберемся по вкусам, какие из этих вкусов топ, а какие из этих вкусов не топ. А здесь у нас будет топ, здесь у нас будет не топ. Но запомни, это лишь по моему мнению. С ароматом холодного арбуза и дыней. Арбуз химозит дынька не очень. Сразу ложим сюда. С ароматом красной смородины и граната. Вот здесь тоже вкус не очень, потому что все портит непонятная аромка граната. Смородина очень крутая. С ароматом сладкого манго и маракуйи. Этот вкус у нас забит сейчас здесь, поэтому я его отложу. Потому что я всегда оставляю на обзор один вкус, который я не прокуривал. С ароматом арбузного смузи и клубника. Здесь, в принципе, тоже. И ты такой думаешь, ебать, что же происходит? Почему уже три вкуса у нас не очень? Почему они не в топе? Неужели сейчас я все вкусы переложу в эту кучку? А в этой кучке уже ничего не останется. Потому что продукт говняный. Ну, давай смотреть дальше с тобой. С ароматом ананаса и энергетика. Ананас, чтобы вы понимали, в Дэвил Куке просто божественный. Он нереально карамельный и просто спелый и спелый. Это топ. С ароматом клубничные жвачки и банана. Клубничка, конечно, здесь не очень, но банан не химозит. И он просто реально вытаскивает. С ароматом черники, смородины и мяты. Вот здесь, как я и говорил, смородина божественно зашла. С ароматом лесных ягод и елки. Необычно лесные ягоды и елки. А курица это просто нереально. С ароматом апельсинового сока и кусочками ананаса. Если здесь был бы не ананас, а другой продукт, то апельсин был бы зашкварным и он отправился бы сюда. Но ананас реально вытащил просто весь вкус. С ароматом вишневой колы тоже топ. По коле чувствуется ярко. Вишня тоже чувствуется ярко. И в совокупности получается очень прикольный микс. Вот такие вот у нас есть вкусы. А теперь давай мы попробуем разобраться, что же у нас с аромкой манго и маракуйя. Манго курится здорово, но маракуйя сильно проигрывает. Ради одного манго оставлять этот вкус в этой полочке я не вижу смысла. Но и оставлять его здесь, потому что маракуйя не сильно хорошо открывается при охуительном манго, тоже не вижу смысла. Поэтому вкус у нас оказался максимально спорный. Я не знаю, куда его отнести. И теперь я тебе говорил, что я уже почти все эти банки выкурил просто. Тогда говорю, здесь в принципе ничего у нас не осталось. Я прокурил абсолютно все. Что хочу сказать по самому продукту. Продукт по жаростойкости немного проигрывает. Когда я раскуривал его на четырех углях, а я в принципе всегда раскуриваю на четырех, но обычно курю на трех, то в этот раз я просто поленился дотянуться до углей и убрать четвертый. И тут-то я и понял большую такую проблемку, что на четырех углях при совсем маленькой паузе во время курения он начинает перегреваться. Но перегреваться не так, чтобы прям пиздец выгорать, но становится просто неприятным. И восстановить его становится очень сложно. То есть я где-то минут, наверное, пять остужал, прокуривал, прокуривал прям через неприятные вкусы, но вроде бы вытащил. Но вот эти все карусели, я думаю, они больше, наверное, подведут такой итог, что жаростойкостью с Девил Куком будь осторожен. Что касается дымности, то продукт очень дымный. И он прогревается тоже очень быстро. То есть не нужно долго стоять и ждать, пока он прогреется. Ты бросил, подождал буквально минутки 3-4 без колпачка и можешь спокойно это все взрывать. Что касается самого табачного листа. Как я понял, это у нас здесь бёрли с каким-то купажом, а может чисто бёрли. Но при этом продукт даже в красной линейке, в харде, он не очень крепкий. То есть его красная линейка, именно хард, примерно, если говорить в цифрах, это шестерка-семерка. Что касается по крепости продукт из софта, то это четвёрочка-пятёрочка, которую можно вообще беспроблемно курить. Да и крепкую линейку тоже можно беспроблемно курить. По консистенции табачного листа он сделан идеально. У него не финал кат, и нарезка не сильно мелкая, и в принципе у тебя ничего не проваливается во время курения, даже когда ты куришь на прямоточной чашке. Что касается вымочки, она сосредоточена вся в табачном листе. А у меня, сейчас я скажу, где этот вкус, я его убирал. А, вот он. Даже если мы возьмём этот вкус, то понятно, что ты видишь дно. То есть сироп не стекает. Сироп сосредоточен весь в табачном листе, что не может радовать. Мой маленький такой итог по данному продукту. Кстати, что касается цены, средняя розничная цена, к сожалению, мне неизвестно. И как ты видишь, что баночки у нас безакцизные, но это специально, потому что мне их выслали, и они как бы не для продажи. У ребят давно уже есть акциза на все, продукты, поэтому с этим проблем у тебя не возникнет. Он 100% есть, продукт 100% акцизный. И уже конкретно поговорим про этот табак. Смотри. Жаростойкость не радует, но при этом аромка курица очень здорово. Если следить за температурой, то проблем у тебя вообще не возникнет. Удобная фасовка, удобная громовка. А разочаровывает, что в баночке она открывается легко. Нету пакетика, и возможно, при транспортировке и логистике у тебя возникнет проблема с тем, что сиропчик может вытечь. Но тут же также одинаково радует, что тут-то и нечему вытекать. Все сосредоточено в листе. Только если не будет жестких перепадов температуры. По крепости я бы хотел, чтобы красная линейка, а именно хард, была чуть-чуть покрепче и прям немножко здорово так вставляла. В целом, продукт хороший. Курить можно, поэтому попробую его поискать в своих магазинах, чтобы купить. Либо участвуй в моем конкурсе, и обязательно он к тебе приедет. И еще раз напомню, что победителя я выберу в следующем видео. Ты должен его тоже обязательно посмотреть, потому что победителем я не буду писать. Увидел, написал, табак получил, раскурился, раздал друзьям, кайфанул. Поэтому это Дэвил Кук, компания Либерти. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok